Добрый день! Я хотел добавить самый известный из выживших, но опустил это. Знаете, прежде чем мы к какой-то перейдём повестке актуальной, хотел бы, конечно, поговорить немножко о вашей биографии, потому что она сама по себе, конечно, заявка на приключенческий фильм, на сценарий такого фильма, и очень много вопросов возникает. У меня несколько эпизодов, допустим, озадачили. В 89-м году, то есть ровно 30 лет назад, вы уезжаете из СССР в Торонто, в Канаду. Там становитесь совладельцем какой-то компании, через год возвращаетесь в Советский Союз. Это, в общем, звучит прямо вот, если бы кто-нибудь рассказал, подумал, что выдумки. Из СССР было очень сложно уехать. А кто уезжал, уже не возвращался. Я уезжал по приглашению официальному, как частное лицо, но, естественно, нарушил всё и остался там. А, то есть это не было легальной иммиграцией? То есть русскоязычные книги, потому что они немножко неправильно торговали. Я предложил метод русской литературы, продавалась русская литература. Такая большая. Так же, да, 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 музыка российская, советская. Да. То есть и мы, так сказать, довольно активно начали реализовывать это всё. Плюс тогда появились первые такие вот едущие, их тогда пылесосами называли. То есть когда начинали разрешать уже выезжать. И появились теперь родственники, поехали к родственникам за видеомагнитофонами, за двухкассетными шарпами и прочее. Но там была такая сложность. В Канаде 110 вольт в розетке, а в России 220. Народ видит копеечный видеомагнитофон или видеокамеру. То есть в Советском Союзе можно было несколько лет жить на цену этого видеомагнитофона. А сколько они стоили, кстати? Я вот сейчас не помню, ну десятки среднемесячных зарплат получалось. То есть около 1000 рублей. Да, 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 1000, 2000. А там он обходился, там условно в 200-300 рублей. Но на 110 я предложил закупать на 220 аппаратуру и реализовывать их приезжающим из России. Хитро. Да. И что мы делали? И также книги. Предложил закупать книги. Я обратил внимание, тогда еще интернета как такового не было, на то, что народ страдает. А почитать на русском ничего нет. Там большая украинская и русскоязычная еврейская диаспора. И мы начали поставлять книги. Дюматри, Мушкетер, Королева Марго, Град Монте-Кристо. А в периодику нет? В периодика шла как советская, так и запрещенная в Советском Союзе эмигрантская. Арди создание, Давлатова. Там я первый раз подержал в руках книжку Давлатова. Александр Александрович Солженицын. Ну конечно. То есть вот это вот мы то, что люди вырывались. И вдруг, а где купить? Пожалуйста. У нас есть весь Давлатов, у нас есть там Максимов всех. То есть это маркетинговые были? Да, да, да. Ну и там предложили мне часть. Как бы я вошел в эту структуру. Да, работали. Такая русская, российская направленность была. Но потом, когда я увидел, что дело идет к 91-му году. А вы прям увидели это. Ну это уже понятно было. Ну не все. Когда я увидел, что уже, давай так, свободы определенные, я уже понял, что скучно в Канаде. Безумно скучно в этой правильной, положительной Канаде. Мне показалось, что она унылая. И я собрал под мышку, видеокамеру, видеомагнитофон, купил и уехал в Россию. Уехал в Россию и вернулся к журналистской. Вернулись в Харьков. Да, в Харьков, да. Знаете, вот в вашей биографии, конечно, вы упомянули, что занимались музыкой. Тогда про шоу-бизнес сейчас поговорим, раз вы эту дверь открыли. Основатель, совершенно секретно, в котором вы работали, прославились, который прославляет, Иоанн Семенов, все время меня упрекал, что ты все время хочешь быть царем и немножечко пошить. То есть, что ты должен определяться с жанром. Потому что я писал и про музыку на звуковой дорожке, и занимался журналистским расследованием. Я в курсе. Да, он говорит, что это дезориентирует читателя. Потому что ты кто? Либо ты музыкальный критик, либо ты у нас сыщик. Люди не готовы. Спрет все время мне советовал взять псевдоним для одной из этих хипостасей. У вас тоже, вы известны, конечно, Олег Лури, это прежде всего человек, который раскапыватель грязи. Есть такой термин. Я сам к себе как к таковому отношу. Я считаю ассенизатор. Да, поэтому я не манчурительный в смысле. У меня негативной коннотации нет, поскольку у меня самого увеличали. И вот вы занимались шоу-бизнесом, то есть катали звезд. Ну, это был период небольшой, потому что кушать хотелось. А, то есть это не потому, что вы любили именно эту музыку, именно Долина, Барыкина. То есть подбор людей, которых занимались, он чем историрует? Со мной ездил и Сергей Крылов, и группа «Динамик». Сергей Крылов такой вот толстый неприятный человек. В этой шапочке такой матросской, да. И одновременно там могли быть какие-то там фанерные лады-дэнсы, и при этом серьезный «Динамик» там Кузьмина или Барыкин. Они в живую работали? Да, да, да. Долина, Барыкин, Кузьмин обязательно в живую. Чем создавали большую головную боль для организатора. Аппарат устанавливать надо было. То, что как, фанерщик вышел, ему все равно воткнул плюсовую. Фонограмму пооткрывал, рот собрал, денег уехал. А ребята работали, та же Долина живьем работала. Очень серьезные джазовые вещи и все. Ну, а Барыкин, Кузьмин там уже вопросы, там только живьем. Ну, это рокеры, да, да. Как-то просто мне доводилось привозить группу «Смоки». А, да. Впервые они приехали, но уже без Криса Нормана тогда. И они дали, по-моему, три концерта в Москве и еще ряд в Киеве. И когда они приехали на Первый канал, тогда это был. Останкино он. Да, Останкино, да. И им говорят, у нас запись будет у вас. Вы, говорит, ротик пооткрывайте, давайте фонограмму. Они долго совещались. То есть, ребята, которые водка найду успели и все прочее. Они говорят, а мы немножко не поняли, а что вам нужно? Ну, я говорю, фонеру плюс. Они говорят, у нас нет. Как нет? Ну, нету у нас. Достает он компакт-диск свой. Ну, вот, говорит, компакт-диск есть, говорит, могу подарить, надписать. А вот фонограммы нет у нас. Там было очень весело. Где-то искали их песню, которую включали. Они никак не могли открыть рот так, как надо. То есть, возмущались ужасно. Я думаю, что для них это… Вообще, я помню немножечко про себя любимого, как снимал фильм о Крисе Кельме в 80-е. И мы с американцами с этим ездили по вот этому Золотому кольцу. И он, конечно, пел под минус один. Живым голосом. Живым голосом, но фанера. И они были в восторге, как играют музыканты. Ну, офигительно, почти, как в студии говорили эти телевизионщики. Им в голову не могло прийти, что это просто фонограмма. Вот я, когда говорю о музыке, я всегда пользуюсь случаем, чтобы спросить о двух значимых величинах нашей музыкальной индустрии. И спросить отношения собеседника, независимо от того, является он профессиональным музыкантом или профессиональным журналистом. Это Андрей Вадимович Макаревич и Александр Борисович Градский. Знакомы ли вы с кем-нибудь из них и приходилось ли сотрудничать? Сотрудничать не приходилось. Но просто сразу скажу, что я не знаю как человека Градского, но для меня он высший эталон как исполнитель. То есть, я с самого детства, у меня и скоморохи его было, и все-все-все диски, которые выходили. Потому что Градский в основном, как молоды мы были, ребята, это маленькая часть того, что он делал. И делает рок-оперы, и вообще... К сожалению, неизвестный совершенно пласт. И на известные стихи он написал, на Бернса, и это же уникальный голос, вообще неповторимый, узнаваемый. И уж кто-кто, он и фанера, на мой взгляд, несовместимы, во-первых. Это одно, и вот с Градским это такой... Особенно, когда я наблюдаю этот голос, когда он там был, когда они в креслах поворачиваются. Простите, тут получается мэтр и детский сад. То есть, как можно при Градском кому-то объяснять, как надо петь? То есть, надо тихо молчать и слушать, что говорит Градский. Ну, я так вот. Там это было, субординацию просто соблюдалось. А вы следите за голосом? Нет. А вот этот скандал с дочерью Алсу, вы в курсе? Ну, это скандал такой, насколько я думаю, что в основном все конкурсы у меня такое ощущение проводятся так. То есть, там джинса знакомые. Вопрос, как у вас было в издании джинс. Тут знакомые джинса, потому что заказные, я думаю, конкурсы, отборы, насколько я знаю, в давнее время, там в 90-е, например, чтобы оказаться даже в каком-то сборном концерте, посвященном какой-то дате, даже известные артисты заносили деньги. Ну, при условии, что это будет трансляция. Да, при условии трансляции занос, участие там в каком-нибудь ежегодном, не хочу называть, песенном, крупном мероприятии с хорошей трансляцией в прайм-тайм. Если ты не Кобзон и не Градский, и не Тамала Борисовна Пугачёва, то изволь занести, насколько я знаю, энную сумму. То есть, это здесь тоже что-то похожее. Честно, я просто не верю в эти конкурсы. Голос, не голос, там, спой, станцуй и прочее. Мне кажется, что в большинстве своём, опять-таки, ну, может, это издержки профессии, но мне кажется, что в большинстве своём это бизнес. Это бизнес, причём теневой бизнес для организаторов. Для организаторов и участие в этих вот программах – это расчёт на заработок. И вот второе имя, которое прозвучало Андрей Владимирович Макаревич, который последние годы стал в основном несмейкером в околополитической тематике. Макаревич для меня тоже был легенда. Я до сих пор с удовольствием его, раннего Макаревича, слушаю в машине. То есть, он родоначальник в России русскоязычного рока, смыслового рока. То есть, где идёт смысл, я не ровняю, конечно, но петлой, где смысл, где текст, концепция, мировоззрение, поколение и так далее. То есть, он и машина времени – это родоначальники. Но потом, бывает, товарищ закончился. То есть, на мой взгляд, как музыкант, ну и списался. Тут даже к самому великому Макартни можно сказать, что в последнее время не слышно. Да, очень давно не было ничего такого серьёзного. То есть, возраст 80, сколько под 80? Нет, нет. 76. 70 только будет Градскому, 65. Нет, я не Макаревичу, я Макартни. А, Макартни, он в 42-го года, да. 42-го года, да, под 80. То есть, и поэтому, а Макаревич, да, я просто считаю, что он сделал много, но закончилось. Закончилось и списался, и теперь, а внимание-то привычное. То есть, вы считаете, что это осознанная такая тактика привлечения внимания? Да. Тактика привлечения внимания. Где-то отменили концерт, уже истерики начались. Я считаю, что… И мне даже жаль, вот честно, что очень талантливый, безумно талантливый судья по тому, что было. И сейчас такой обиженный человек в возрасте, в ожидании, ой, обратите на меня внимание, я вот здесь борюсь за справедливость, а тут я борюсь с кровавым режимом, а тут я борюсь за Украину. Ты не борись, ты пой, как ты пел раньше. Это лучше всякой борьбы, стихи он там пишет. Ну, мне кажется, это напоминание о себе, и вы ж меня, ребят, не забывайте, я ж вот протестант, я всегда протестую, сейчас протестую, ну, спой, как раньше, а не протестуй. Ну, вот у меня, честно говоря, такое. Не знаю, здесь могут быть разные мнения. Это моё личное. Да, не готов в дискуссию вступать, но просто действительно у кого-то получается так, что каждое слово, там, Юрий Лоза, что он не скажет в Фейсбуке, там, кричат, подхватывается, стиражируется. А некоторые, вроде говорят, и… Во время стоит не ограничиваться на плот и там что-то ещё, а не пора ли попеть? Я бы не всегда и хочется притянуть так за воротник и сказать, а попеть не пора ли? Вон микрофон, сцена, гитара. Дай что-нибудь новенькое. Ну, что ты, плот уже 50 лет поём, или сколько там, 30 лет, 40 лет, а что нового? А потом рассказываю, как все неправы. А вы следите вообще за тем, что происходит на стыке шоу-бизнеса, которым вы коротко занимались, и медиа-отрасли, в коей вы работаете, в общем, 17 лет, всю жизнь? Я имею в виду, допустим, конкурс Евровидения, который стал, в общем, таким событием, во всяком случае, в нашей жизни, в нашем информационном поле. Или это от вас бесконечно далеко? Нет, недалеко. Евровидение – это вообще удивительная вещь. Это такой вот, как бы виден прогресс, не прогресс, а путь, путь от конкурса, давшего миру АБУ. 1974 год, у АТРУ всегда вспоминали. Да, это гениальнейшая группа, все хиты сделаны, это высочайший мировой уровень, который и будет еще, десятилетия их будут слушать, я смотрю, молодежь слушает, из машин слышно. То есть, и Мари-Мари, и все их хиты, да, АБовские, ну, это невозможно не считать хитом, просто высшей, все, что они делают. Вот он давший миру АБУ конкурс. И, простите, женщину с бородой. Это такое фрик-шоу превратилось, да. И, как уже шутка мне понравилась, когда Лазарев сейчас участвовал, что вот если бы он объявил, они с Киркором объявили о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, то он бы стопроцентно занял бы первое место. По-моему, это для всем очевидно, по-моему, это как-то даже объявлять не надо. У них на конкурсе там журналисты в куларах спрашивали, есть ли у них совместные дети. То есть, их воспринимали как пару и задавали на полном серьезе, без всякого троллинга вопросов. То есть, здесь получается, грубо говоря, вариант Макаревича. То есть, уже нет музыки на конкурсе, на Евровидении уже нет, уже есть сплошное такое ЛГБТ, или же, давайте так говорить, сплошное фрик-шоу. А вместо музыки фрик-шоу появилось. Знаете, я вот пример лазарев. Нет, прошу прощения, посмотрите последних. Не выстрелил ничего. Ничего. То есть, все ладные такие, славные песенки, но ни одного, конечно. То есть, мирового хита, как он должен быть после Евровидения. Согласен. То есть, нет, по идее, такой конкурс признан, вот вещь завоевала первое место на Евровидении. Это мировой хит должен быть после этого. Нет ни одного, да какого мирового, хотя бы европейского значения, хотя бы в чартах, давайте так, Великобритании. Вы когда упомянули аббревиатуру ЛГБТ, я вспомнил недавние ваши экзерсисы с наездами на Сбербанке и Герман Грефа. И в дискуссиях там говорили, ну, Лурье он гомофоб, поэтому он на Грефа, значит, и нападает. Я вот не нашел там никаких акцентов, что вы даже намекали на… Абсолютно. Я, во-первых, не знаю, какова ориентация. Ну, свечку никто не держал. Я не знаю. Даже про Киргорова не знаю. Судя по тому, что у него семья, я не думаю, но в данном случае меня это совершенно не интересует. Так а что за история со Сбербанком? Ведь она тоже многим может быть воспринята как заказная, что вам заказали Сбербанк. Ну, по Сберу там целая история удивительная. По Сберу, во-первых, там совершенно невероятная. Я в свое время, два года назад обнаружил, что в комитете по работе с миноритарными акционерами Сбербанка, есть такой комитет у них, находится дважды находящийся под уголовными, под приговорами суда, дважды условно осужденный, нереабилитированчивый Алексей Анатольевич Навальный находится. И висит его совершенно потрясающая биография, какой он великий. При этом не упоминается ни судимости, ни организация митинга. Знаете, я буквально минуточку нас прерву, вы знаете, у нас висит плашка, что у нас успех ресторана с Еленой Власовой, это ничего страшного у нас. Видит нас господин Гурьевый, хорошо. Извините, я вас прервал, продолжайте. Да, и находится биография Навального, где не сказано про незаконные митинги, вывод малолеток, две уголовные судимости. Оказывается, он там очень-очень такой светлый образ. И я сделал скрин и списка акционеров, и биографии, опубликовал это все. Прошло пару лет, и вот я обнаружил, что еще несколько, ну месяц назад Навальный по-прежнему в совете акционеров миноритарных, миноритариях, банка, списочки. И биография исчезла, биография растворилась, нет его биографии на сайте. Ну нет, значит нет. Я открываю сайт миноритарии, Навальный присутствует, и есть ссылочка на сайт комитета. Я нажимаю на сайт комитета, и меня забрасывают на онлайн-казино. Я это раз пять сделал, я зафиксировано на видео это, скрины сделаны. Отбрасывают на онлайн-казино. Интересно, интересно. Я рассказал в своей дебютной программе на Царьграде, папка Лурия, об этой истории. Показал фотографии. А это первый выпуск был посвящен именно этому? Да, да, да. И что произошло? В течение 48 часов сайт переформатировался, Навальный исчез из списка акционеров. Сайт заработал миноритариев, то есть, в общем-то, все пошло на пользу Сбербанку. Сайт заработал, а Навальный исчез. Ну, думаю, Навальный сейчас выступит, скажет, меня выгнали из комитета миноритарных акционеров. Я теперь вот изгнали за мою правду или за что-нибудь, ну, как обычно. Ну, борьба с правовым режимом. Навальный промолчал в тряпочку, что его фамилия исчезла. Исчезла вот буквально на днях, это было неделю назад. Теперь он не член комитета, а может, он тайный член? Не знаю, его нет там. Я ожидал взрыва гнева оппозиции, там, Навального удалили, кровавый режим удалил из акционеров, миноритариев из списка комитета. Тишина. Алексей Анатольевич утерся и молчит. Тишина, то есть, видно, была договоренность, что мы тебя по-тихому уберем, а то он смотри, что происходит. Вот такая казино тоже исчезла. Ну, видно, почистили. Понятно, что не специально казино, сайтом вирус какой-то был у них гулял. То есть, и поэтому, в общем-то, Сбер заинтересовал, начал выяснять, что к чему. И тут же происходит целый ряд событий. На той неделе задерживают в Москве некоего Григория, фамилия не дается, который через карточки Сбербанка собрал 50 миллионов рублей и перевёл их на счета запрещённого в России ИГИЛ, террористов из ИГИЛ. Организация запрещённая в России. То есть, его приняли жёстко всё. И я задал вопрос лично Герману Оскаровичу, как бы виртуальное. Простите, а иногда даже если переводишь там несколько тысяч рублей, они пишут, объясните происхождение денег. Как можно за три года, по-моему, четыре года, собрать 50 миллионов, больше миллионов в месяц? Собрать и ещё и переправить их террористам. На счета террористов. Всё на сайте СК это висит. То есть, после чего состоялось на одном из федеральных телеканалов ночью большая интервью господина Грефа, где он провёл нас всех зрителей по закромам Родины, показал, какой высочайший уровень безопасности в Сбербанке, показал, какие они белые и пушистые. Но тут опять случилась беда у Сбербанка. На другой же день наши коллеги из «Коммерсанта» опубликовали расследование, что как воруют с карточек Сбербанка. Если вы провели операцию, то есть сначала мошенник заходит, вводит свою карточку, потом выводит. Да, не закончив её. Да, не закончив, и любой перевод, всё, он фиксируется на его карточке. То есть, ну это же примитивно. Как это? Любой может, да. Любой. Это совершеннейший примитив. И даже здесь же, по-моему, даже нет так называемого состава, потому что человек, можно сказать, что он рассеянный, передумал, ему тёща позвонила, то есть предъявить не нельзя ничего. Ситуация такая. Почему просто? Да, я написал ещё один материал об этом, потому что… Написали и опубликовали где? В сети? Да, на моём Телеграм-канале опубликован он и в сети, и… Вы по-прежнему живой журнал ведёте. Да, и живой журнал, и Телеграм-канал Олег Лурье. Да, и здесь история в чём? Что я просто изложил эти факты и попросил Германа Оскарича Грефа разъяснить, почему так происходит. Всё. Вот история с Навальным совершенно загадочная. После чего вот эти вот все истории со Сбером, и совершенно меня не интересует личная жизнь господина Грефа. Нет, я просто припрёс. Да, да, да. Это… Каждый право имеет право, как говорил Макаревич. Не дано предугадать, чем наше слово отзовётся. Меня тоже иногда поражает, что ты пишешь о чём-то об одном, а дискуссия, обсуждение уводит совершенно в какие-то другие дебри, я не уверен, кстати, что это не делается намеренно для того, чтобы увести серьёзные темы в какую-то… Да, 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 вполне, конечно. И в данном случае просто интересуют вот эти проехи Сбербанковские и явления Навального народу. То есть, почему там не сидит кто-то, человек, который сильно занимается проблемами на Ритаре, а человек, который отбывает два условных срока параллельно. То есть, это, конечно, тяжеловато. А реакция со стороны структур Роснано, со стороны Чубайса, у вас недавно совершенно было несколько таких достаточно аргументированных, серьёзных… Да, реакция со стороны Чубайса была вообще удивительная. Я выяснил, что, оказывается, он провернул, не побоюсь сказать, афёру, с своим старым другом и партнёром… Извините, Олег, я уточню, когда вы говорите «он провернул», имеется в виду непосредственно Анатолий Борисович или какие-то люди, которые работают… В данном случае, это моё личное мнение, и я считаю, что провернул именно он. Подчеркнул, он со своим другом и партнёром многолетним по истории приватизации, ныне сбежавшим в Великобританию миллиардером Борисом Минцом, на которого возбуждены здесь дела. То есть, что он сделал? Анатолий Борисович купил в одном из российских регионов, по-моему, в Калужской области, землю на себя любимого. Это был, по-моему, 2011 год, если мне память не изменяется. Купил много гектаров земли, никому не нужной, абсолютно земли, поля. Купил поля. Сейчас я суммы не вспомню, надо смотреть. Ну, купил, по-моему, их за 60 миллионов рублей. Анатолий Борисович оформил на себя. На себя лично. На себя владелец Чубайса Анатолий Борисович. После чего, буквально прошло несколько месяцев, и Анатолий Борисович разбил эти 60 гектаров земли на 3 по 20. Точно сейчас не помню, там плюс-минус плавающие. И у него их купили за 400 миллионов, то есть сумму в 13 раз превышающие, ну, я сейчас точно не назову, в 13 раз превышающие ту стоимость, за которую он купил. Купили структуру Минца. Бесценная земля на окраине, совершенно кусок поля. То есть, по моему мнению, это просто Анатолию Борисовичу организовали денег. Он тут же задекларировал огромный доход. Огромный, там порядка, я не помню сейчас по курсу, 6 или 7 миллионов долларов получается. То есть, задекларировал, у меня есть та декларация, я ее опубликовал. Вот, смотрите, я продал землю. Купил, а через пару месяцев ее продал. Ну, так, цены прыгнули, я начал проверять. В этом же регионе, в этой же деревне земля стоит, он даже первый раз первично купил по цене превышающей реальную стоимость земли в этом же регионе, прямо вот с 3 километра. То есть, ну, о том, что она там 400 или 300 миллионов стоит, близко не стояла. Это, по-моему, вся область меньше стоит. То есть, вот это вот денюжки. После чего он, насколько я понимаю, вложил деньги в поевой инвестиционный фонд совместно с Минцем. Вложили. А потом он резко подорожал, что от страны Минца вложили эту самую землю, которая бесценна оказалась. А потом фонд закрылся. И Анатолий Борисович получил еще миллионы, миллионы долларов. Все задокументировано. Потом история, что он построил дворец в переделке на себе, который у него украл его же партнер, который сейчас сидит, но находит под домашним арестом. Там долгая история, но деньги на строительство, у меня есть все документы, я их публиковал. Деньги на строительство роскошнейшей резиденции в переделках возле могилы Бориса Ивановича Пастернака. Вот там много гектаров земли роскошной. Метраж я не помню сейчас на вскидку, но там тысячи метров. Дворец невероятный. Есть фотографии. Можно ввести дворец Чубайса в переделках. Оно сразу будет сидеть. И деньги, оказывается, офшорная компания, принадлежащая сыну Бориса Минца, выделила 22 миллиона долларов беспроцентного и беззалогового кредита на 10 лет Анатолию Борисовичу Чубайсу и его швейцарской компании, которая принадлежала Анатолию Борисовичу Чубайсу на тот момент. Лично. Он был единоличным. Это все подтверждено учредительными документами. То есть, понимаете, вам дают кредит 22 миллиона, за вами бегают олигархи и просто говорят, ну возьми, ну пожалуйста, без процентов, без гарантии, хочешь, нужны прямо раз переводом тебе. Ни гарантии, ни залога, ничего. Беспроцентный. 10 лет. Пользуйся, а там посмотрим. Чем вы объясняете вот... Прошу прощения, так Анатолий Борисович, Чубайс очень интересно ответил. Вы все. А, у Владимира Соловьева, у нашего коллеги, я рассказывал, на вестях эту историю. Так он по отношению к Соловьеву и ко мне, потом выдал такую тираду в Фейсбуке. Эти жулики меня хотят очернить. И, ну, я не помню сейчас дословно, но смысл в том, что да, действительно, там все правильно сказано, но вы не понимаете, все было чуть-чуть по-другому. Вот примерно такой уровень был ответ. И вообще, я на вас на всех подам в суд. Что, Ирина Анатолий Борисович, жду повестки с нетерпением, где я предъявлю судье все эти документы. Заверенные. Все. Пожалуйста. Ну, прошло уже два года, а суд и ныне там. Кстати, суд, вы ведь находились под судом и даже… Отбывал. Да. У меня один лексический момент, например, а второй просто вот написано, что вы прошли через карцер, что вы в карцерах сидели. Да. И я просто в карцерах совершенно другого изолятора и гораздо раньше находился. Мне просто интересно, как в 2008-2009, когда… Да, 2008-2009. Как сейчас выглядит московский карцер. Но сейчас его уже нет, этого карцера. Это знаменитый Бутырский карцер. Бутырский там не был. Подземный. Опускается под землю винтовая лестница. То есть, а какие там условия? Там так же, как и в наше время нельзя было лежать? Да, лежать. Она закрыта и только в 10 вечера штырь вытергивается, она падает. То есть, вот все то же самое. Да. Крысы. Крыс полно, полпроваленный. Это карцер с 18 века. Там находился подземный карцер такой. Окно, маленькое окошко было под потолком. Подземный карцер, где, как я узнал, побывали Феликс и Мудзержинский, Владимир Владимирович Маяковский. Славная команда. По-моему, даже Есенин там отметился. Вот я сидел во втором карцере, там, по-моему, 9. Во втором, где, как по легенде, обитал Маяковский. Мне было приятно. Там шконка деревянная, изъеденная червями, настолько уже деревом. То есть, я подозреваю, что ей лет 200, не меньше. То есть, ну, я так вот спал там, где спал Маяковский. Это одно. Ну, и карцер под землёй находится, пол проваленный деревянный, крысы бегают, как у себя дома. То есть, там абсолютно вот такой карцер-карцерный. Но я был один из последних, кто там был. По-моему, где-то в 2010 или 2011 году его по требованию правозащитников просто засыпали и забетонировали. Нет, и сейчас цивильные абсолютно, они такие камеры отдельные под карцером сделаны, обычные камеры тюремные. То есть, нету вот этой атмосферы. Чёрные стены закопчённые, то есть, окошко. А, стульчик из железной, металлический, привинченный к полу. И такой, ну, стол, условно, не знаю, это размером с две книги. Такая штука, вкрученная в стену. Ну, всё, и иметь с собой можно только уголовное дело своё. Потому что они имеют право лишить, ознакомление с делом. Всё, больше ничего с собой нельзя иметь. А, водичку, водичку можно, водичку, бутылочку с водичкой. Ну, всё-таки серьёзно отличается. Всё, вот это вот всё, что можно иметь там. Ну, и они делают как? Через матрас, так называемый. Больше 15 суток иметь, ну, они не могут дать, глава средственного изолятора. Но от моего следствия они давили таким образом на меня, требовали признаться хоть в чём-то. Так, и сколько? В общей стоимости 60 суток, из них 30 подряд. Дело в том, что, как они делали? 15 суток проходит, а следователь мне в лоб говорит, ты сгниёшь в карцере. Видно, как-то договаривался, я не знаю, не присутствовал. То есть, в хату, а потом... В хату поднимают ровно 10 минут, успеваешь, грубо говоря, выкурить сигарету, выпить чай. Говорит, всё, объявляется за нарушение ещё 15 суток. Всё, поехали. Ну, официально считается... То есть, с матрасом поднимаешься, и тут же идёшь сдавать матрасы в карцер. Я свою-то неделю помню до сих пор. Ну, и вот они так особенно лютовали, когда я из тюрьмы смог передать открытое письмо следователю, которое опубликовали, где я написал, где и что он сфальсифицировал по заказу, во всех деталях. Оно было опубликовано. После чего в отношении меня возбудили новое уголовное дело. Клевета в отношении судьи следователя прокурора. Он, по его заявлению следователя. Дело в том, что тогда, это уже 11-й год был, в 11-м году, эта статья подразумевала до 4-х лет лишения свободы. Мне очень чётко сказали, годик ещё посидишь. Да, у нас 4 минуты осталось. Я просто вот хочу прочитать, как в Википедии подаётся финал всей этой истории, что президиум Московского городского суда изменил приговор в связи с согласием Лурье шестерить на администрацию президента. Мне, во-первых, для Википедии глагол шестерить, я честно... Откуда это взялось? Это Википедия, я просто вот скан сделал сегодня. Странно. Сейчас в Википедии это выглядит... Во-первых, что подразумевает слово шестерить? Это сотрудничать или... Сам глагол-то достаточно редкий. Самое смешное, ну это кто-то, видимо, отрабатывает денюжку какую-то. Но дело в том, что, во-первых, суд присяжных, единодушно все 12 присяжных оправдали меня в связи с отсутствием клеветы в моих словах. Соответственно, заказное дело. То есть, и Верховный утвердил. И второе, меня освободили неусловно досрочно. Я освободился по окончанию срока, по звонку. Решением президиума Мосгорсуда мне срок был сокращен, внимание, на 27 дней. На 27 дней, потому что, ну там явно уже нельзя было меня держать. Я написал, и мне изменили срок с 4 лет на 3 года, 11 месяцев и 3 дня. И освободили. Вы подорвались, в общем, на определенном персонаже, на сенаторе. Да, на бывшем сенаторе, который сейчас скрывается в Израиле. Сруцк. Да, да, да. Который вывез детей своих. Я просто в Абалуде узнал еще в 70-х. Такая была как Тибельская компания. Ездили студентами еще. А я его вообще не знал, его ни разу в жизни в глаза не видят. Да, я прочитал. И он это признал в суде, что мы не знакомы. Да, уже тогда говорили, кстати, в 70-х какие-то, ну ребята любят поболтать вообще, что он сотрудничал с госбезопасностью. Вы считаете, что он вот так поднялся сильно за счет того, что у него со спецслужбами действительно был какой-то альянс? Понимаете, и здесь опять-таки вернусь к теме, свечку не держал. Но права же тоже очевидным образом говорят, что вы сотрудничаете. Да, но здесь вполне возможно, потому что не меня одного я знаю, например, трех людей, которых он отправил в места лишения свободы, по бизнесу. То есть там был исключительно бизнес составляющий, то есть ничего личного. Но самое интересное, что я в жизни о нем никогда ни одной строки не писал. Я узнал, кто такой сенатор Слуцкер, узнал только, когда мне предъявили обвинение. Ребята, ну покажите мне его, хоть скажите мне, кто он. Я его не знаю, и о нем в жизни ни одного слова не написал никогда. Не занимался никакими журналистскими расследованиями. И когда на суде, вы покажите хоть одну статью. Они говорят, а мы потеряли, у нас нет. Ну хорошо, а как может быть, зато у нас есть аудиозапись, где вы вымогаете деньги. Я говорю, простите, я был в Совете Федерации, подтверждено ФСО. Ну как запись может быть на 4 минуты дольше, чем там я находился, в этом здании. Ну это не вопрос. Ну судья говорит, сейчас она уже уволена, не работает. Но вы ведь продолжаете как бы ходить по минному полю. У вас эта история, условно говоря, ничему не научила. То есть вы не боитесь, это финальный вопрос, Олег, снова оказаться в местах не столь отдаленных из-за своей профессиональной юностики? Вы знаете, сейчас уже нельзя так явно, как это было еще 10 лет назад, 13-15. Это же путинские времена были, собственно, когда. Ну давайте так, мы можем сказать, это переходные были, я считаю. Вот 2001, 2008, 2007, это переходные. То есть сейчас уже это гораздо сложнее, я думаю, сделать. А в 90-е это вообще по щелчку делалось. Или братва приезжала, отстреливала голову. Ну да, либо закрывали, либо закрывали. Ну что ж, на этой ноте сейчас так уже нельзя. Мы и закончим наш разговор сегодняшний в проекте «Мемон» с Олегом Луриевым. Спасибо вам, что были с нами. Спасибо, Олег. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова